Офигительную новость интернета принесли. Есть такая украинская правда. Я мог бы просто ссылку оставить, но без ВПН вы не сможете прочитать сайт «Запрещен» Российской Федерации. Там эксперты, сведомые, обнародовали списки хороших россиян, которые попадают под все критерии. Правильные россияне. Вот возглавляет этот список Лия Ахиджакова. Кроме того, там Виктория Иблева, Илья Новиков, Андрей Пянковский, Марк Фегин и Майкл Наки. А вот нейтральными сведомые считают Максима Галкина и Гарри Гаспарова. Хотя, казалось бы, да? Вот там же в числе нейтральных музыканты. Юрий Шевчук, Земфира Рамзанова, Андрей Валерьевич Макаревич. Он нейтральный. Вредными украинцы считают внимание Бориса Акунина. Знаете, почему? Потому что он военную в Югославии в свое время осудил. И Павлу Дурову тоже досталось. И Иван Урганту. Почему? Потому что Иван Андреевич критикует США в классическом российском формате. И даже Виктор Шендрович, он у нас ведь внесен так же, как Макаревич и многие другие, в лист иногентов. Вот за его заявление о русском языке он тоже попал в разряд вредных. Там же, кстати, среди 27 прислужников режима, оказался Дмитрий Быков, тоже иногент, кстати. И Юрий Дудь, опять же иногент. Латынина, Алексей Навальный и даже Ходорковский. Ну вот это просто новость из разряда «Напала жаба на гадюку». Как там ебало жаба на гадюку? Ну-ка, покажи нам. Ой, бля, я сейчас. Пусть смотрится. Пусть обусмотрится, бля. Да, ну и вон. Росіяни не винні. Ні в том, що почалася війна, ні в том, що вона ще не закінчилась, ні в том, що не повелили Путіна. Ця фраза російського опозиціонера Максима Каца ілюструє позицію більшості публічних росіян, які з одного боку критикують Путіна, а з іншого допомагають Кремлю формувати в Україні та на Заході потрібну їм позицію. Чи взагалі поширюють меседжи російської пропаганди, свідомо чи ні. Как можно нацию выделять отдельно? Чому ви именно русских выделяете в Грузии? Украина какое имеет отношение к, например, Грузии? А вы что, не видите никакой связи? Мне кажется, это два разных суверенных государств. Почему вы в своем суверенном государстве хотите, чтобы люди знали не только про Абхазию, именно русские, а еще, например, я знаю просто очень много людей, которые не поддерживают спецоперацию, так называемую. Если человек говорит, я против войны, но я не слава Украине, я Украину не поддерживаю, я просто против. Дудь, Сапчак, Варламов, Невзоров, Парфьонов. Роками в українському інформаційному просторі домінував російський контент. Музика, книги, медіаблогери. Багато людей саме там знайшли своїх комирів, чи просто цікаві інформаційні джерела.